На совместном заседании комитетов законодательной палаты Олимаджлиса по вопросам охраны здоровья граждан и по противодействию коррупции судебно-правовым вопросам заслушана информация министра здравоохранения Республики Узбекистан о профилактике коррупции в системе Министерства здравоохранения и работе по формированию непримиримого отношения к проявлениям коррупции. Практика показывает, что здравоохранение пока еще находится в числе коррумпированных сфер. Совсем свежий пример. Буквально два дня тому назад в наш комитет поступило обращение и письмо гражданке, которая получает лечение в центре онкологии. И там очень много указано коррупционных моментов. Конечно, мы проведем служебное расследование, по результатам которых будут приняты соответствующие меры. Как отмечалось, различные коррупционные проявления отрицательным образом сказываются на эффективность реализации ширкомасштабных реформ, направленных на развитие медицины. Повышение качества медуслуг, укрепление здоровья населения. При этом вопросы противодействия коррупции не могут быть решены одним нормативно-правовым актом, либо проверкой с последующим наказанием и осуждением виновных в такого рода действиях. Подчеркивалась необходимость тщательной проработки антикоррупционных механизмов. Не внедряя электронную систему, добиться желаемого результата очень тяжело. Кроме того, что мы решили депутатов, как его общественность подключить в эту комиссию по выдаче ордеров, естественно, это на первом этапе, пока электронная система не сработала. Когда мы ее внедрим, то, естественно, уже это будет более прозрачная система, где будет видно, в каком учреждении сколько вакантных мест, кто на эти места претендует конкретно и, соответственно, как они проходят этот отбор. Вот эта платформа кадровая, она тоже, конечно же, должна так же, как внедрена в эту систему, точно так же, как и другие, там у нас медицинское страхование говорим, ордерная система говорим. В этом году начнем внедрять по электронному, не только документообороту, а вообще электронную систему в сфере здравоохранения. Это, наверное, основной посыл и основной элемент прозрачности и борьбы с коррупцией. Также речь шла о проведении инвентаризации нормативно-правовых актов, критическом пересмотре системы найма и трудоустройства, регулярном внутреннем аудите профильного министерства и его системы. Эти и другие предложения депутатов учтены совместным итоговым решением комитетов.